ну здравствуйте конец октября и походу нам надо было попросить чтобы уже зимние шины одели во первых тачка тяжелый во вторых 21 колеса в третьих мы на копчегайке где всегда происходят какие-то маразматические моменты особенно когда чуть-чуть подморозит надеемся что сегодня этого не будет и мы сможем разогнаться что мы можем легально ехать 149 километров в час здесь максимум а это чанган юники и конечно же уже огромное количество блогеров затестили этот космолет несколько блогеров моих товарищей хотят эту машину купить уже даже сделали заказ предзаказ на эту тачку пока мы не можем к сожалению сказать вот сколько вот как у нас классически бывает сколько стоит там не знаю бампер вот это в данном случае очень такой сложно сочиненный имеющий одно целое с решеткой то есть это все бамперы вот эти вот вставочки которые наверное будут очень дешевые пока даже нету стоимость да вот это кстати парктроники очень красиво сделано пока нету даже стоимости ни этого не этого не этого потому что запчасти идут после растаможки в ноябре если вам интересно смогу для вас это узнать есть передний привод есть полный привод передний привод передний при 18 половиной миллионов полный привод начинается с 18 18 7 миллиона и вот это стоит уже по двадцатку ось самая дорогая все есть в первую очередь 21 колеса в версии за 18 7 их не будет полный привод уже на 18 миллионов есть и здесь он есть мотору всех трех версий одинаковые т2 литра turbo 226 сил 300 8 с момента в мануале пишут 390 мануале пишут что снаряженная масса 2000 точнее в прайсинге пишут что снаряженная масса 2000 там с чем-то в мануале написано что 1900 вот чему верить не знаю чему верить но я честно скажу машина тяжелая это чувствуется вот эта инерция масс особенно на больших колесах если посмотрите да то прогу называют китайский cayenne но вот с чем сравнить да вот я скажу так что вот санта-фе чуть чуть меньше во всех направлениях по ширине по длине и по высоте что вам было понятно что это часто говорят ну вот 20 мультов можно топовый туса взять за 20 мультов можно взять топовый санта-фе это примерно будет где-то там конкуренты понятное дело что здесь такой красивый купе образный кузов и конечно по сталингу ну санта-фе это все-таки такой уже семейничек хотя там есть 35 атмосфера имеет мотор очень нравится потому что 2 и 5 6 ступеней автомат так себе кстати восьмиступенчатый автомат без альтернативный айсин гидротрансформатор за это большое спасибо потому что китайцев это бывает как мы знаем не часто континентали китайские тут стоят mc 6 и конечно же стоить 265 45 20 один на зиму ну я думаю тысяч наверное по 500 за колесо еще раз я предлагаю все-таки вот здесь стать и вот как-то тебе отрисовать красиво картинку пока я буду там фары включать надо смотреть все потому что но вот произведение искусства лет и нам кстати надо будет сейчас почистить камеры потому что я вам потом покажу одну очень прикольную штуку сейчас я ее на всякий случай заведу а вот 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 так вот так вот давай там поворот не включим я пока протру все камеры как ну обычно их у нас сколько если у нас круговой обзор есть при круговом обзоре обычно у нас их 4 тут их 5 причем все 5 обдуваются ветром часто бывает да что как не знак на ранжеверах камера которая под задним стеклом задней двери она как бы в салоне находится здесь она снаружи марается поэтому решение так себе конечно выдвижные ручки конечно это же теперь надо снова погасить тут везде будут сплошные фишки ну во первых да подойдем покажу тут кое-что попробуем сейчас я не знаю ну давай вот вот она как бы если и придавит то ничего страшного просто то есть мне сейчас не больно да то есть я могу вот так взять или я могу просто вытащить руку вот мне интересно допустим я подхожу до двери открылась ключ у меня окей даже если ключ у меня к задней подойду ну что вот так механические просто брать она еще закрыта врежда да кстати если что-то происходит то механические вот так вот можно и ну чтобы было понятно сейчас открою ключ вот здесь вот по классике то есть это уже давно всем понятно что если что происходит механический замок находится вот здесь вот вот эта схема с задними дверями с открытием задней двери для меня чуть-чуть непонятно сейчас чтобы было еще понятно допустим вот ты что я уж испугался вот ты подходишь на сзади и я тебя вижу такой раз замок дернул до центральной все открылось иначе допустим если вот оставим ключ машине да вот я тебя жду допустим говорю там выходи поехали да она сейчас закроется да то есть она не будет долго находиться в открытом состоянии ты получается пришел багажник там что-то сложил это гиш открою или ты должен сделать наверное вот так ну окей допустим попробуем получится ли это сделать вот здесь вот я сижу также за рулем ключ там да как бы я не знаю может быть я что-то не понимаю не буду истинной в последней инстанции дело все вот так так наша рулеточка давайте это очень интересно посмотрите мне в описании сравнения по ширине салона чтобы вы понимали вот насколько вам будет удобно вальяжно не вальяжно с пассажиром сидеть и понятное дело сколько у вас на втором ряду в плечах будет будете друг друга трогать или нет это очень всегда важный показатель хотя многие не придают ему значения 1523 ребят это по моему даже больше чем санта-фе сейчас на память не вспомню конечно же но 1524 это широкая машина сразу говорю потому что там наш эталон класса кроссоверов не более ни много ни мало это 1464 раф 4 здесь здесь больше так сейчас давать про клиренса горя 190 даже тоже придется мараться под нижней частью в целом тут есть вот эти вот аэродинамические фартушки да но они прогинаются то есть если где-то заденете то они сыграют а так там за 200 210 там еще что-то поэтому машина ну такая скажем так вот по ней да и видно да никакой пневму ничего а такая она как бы но не низенькая пойдем багажнике посмотрим что у нас есть это мы замерили наверно уже уберем да и опять же багажник я считаю тоже но тут это красотень до патрубки какие я еще где-то недели две назад когда мы снимали там один проект в майкаре алматы заметил стоит юники и патрубки такие большие такие знаешь ягуаровский понятно что вот это накладочки но там они настоящие и они ведутся с правильным разветвлением то есть четыре трубы да то есть без без шуток это очень круто сегодня не заморачиваются так большинстве случаев на машинах там двухлитровая turbo там до 300 сил если мы говорим понятно делать какие-то прям в реально спортивные тачки туда вот у нас эта камерка я протер вот у нас еще одна камера я тоже протер полосочка по классике значок часто путают с акурой ну покажи до значок то есть на поводу же ты не грудь типа что это за что за аккура так открываем багажник по пропорциям еще расскажу вот если отойти вот идем это это супер круто то есть нигде не докопаешься вот единственное что 20 колес уже пропорции силуэт дизайн кузова говорит о том что здесь должны быть высокие катки даже наверное если бы еще и влезла то может быть даже 22 потому что кузов здоровы и вот это вот кстати здесь не заглушка настоящая оконца глушечок поэтому комплектации ниже на 20 колесах уже не так будет смотреться хотя на зиму я бы брал именно 20 понятное дело почему сбоку кстати тоже мне очень нравится да что выхлоп видно вот блин рисовали четенько кстати заметно смотри то что здесь скорее всего может поместиться более симпатично квадратный до квадрат образный номерок ну что вот эти вот посадки я думаю для этого что но одно это как бы эстетически это еще не красиво здесь у нас до к . есть несколько органайм органайзер есть несколько есть ниш под него здесь он буферок у нас есть здесь у нас есть фонарик неотключаемый нету шторки и она наверное будет в аксессуарах сейчас аксессуарами еще чуть-чуть наверное беда потому что я смотрю что там и коврики его они родные вот этого нету то есть аксессии можно было бы поиграть это слышишь то есть какие-то там подножки прямо юники юники и но не знаем возможно это все китай ё-моё это китайский автомобиль нужно короче возможно это все китай и возможно это еще не оригинальный китай чангана багажник на 351 поведей ну у багажник высокая посадка вот наши сумки вот-вот дрон что-то какие-то вещи здесь аппаратура давай морю пузачок еще вот опять же смотри к задней двери хочу заднюю дверь открытия приходится через переднюю открывать заднюю дверь интересно пусть наверно здесь останется еще скажу то что ну вот ночью все светится машине все классно пожалуйста вот здесь подсветочку сделать вот этой кнопочки она не подсвечивается также как и не подсвечивается управление зеркалами вот тыкал 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 то в ночи штопок там чуть ли не телефон достаешь чтобы понять что еще не приспособился да вот правое левое переключатель правое левое зеркало и кнопочки курсоры вверх и вниз право влево у нас тесты не продажные и ни один у нас из тестов не найдете в дбм который был бы продажа поэтому нас многие не любят за это и многие уже все что многие некоторые уже не хотят давать автомобиль это еще не окончательное решение но есть пара брендов которые уже так нет роман чуть там от шефу не понравилось мы рано или поздно озвучим до нового года этих пока двух представителей автомобильных брендов казахстане ну посмотрим на их реакцию я конечно заранее об этом буду предупреждать чтобы все были в курсе что все было по-честным а теперь давай открою сейчас вот так вот тут все красиво среди даже освещение красивое какое-то прям после вот этой дымки туманной сразу скажу да мало места здесь под ступнями зато так мягковато все идет ну то есть блин вот смотри вот вот так нормально сюда места дофига сюда засовываем кроссовок там сильно упирается не в сапожках двухпозиционный подогрев раздельный где две избихи здесь по центру есть ничего нет воздуховодики разделены это хорошо forest рти по санузатором сидела конечно же здесь открытие одной кнопкой не до конца окно но по месту знаешь она парящий такой каш парящий здесь вот вентиляция сиденья а сейчас мягкие мягкая отделка есть регулировка 1 вниз так или так и все подушка не регулируется широкий вот прям на двоих для двоих машина для двоих сзади хорошо кармашки это у нас пластик кстати прикольно чем здесь то по версии у нас еще колоночка вес они но не регулируются вот они вижу здесь разделены то есть вроде бы как бы интегрирован идет подголовник но он еще здесь отдельно идет я не разобрался где он регулируется по моему нифига конечно же не регулируется и вот знаешь подожди возможно нет тут все намертво я бы конечно вместо этой колонки выбрал бы подголовник потому что на лтенарде вчера стоял там чуть ли не два часа и ну реально хотелось бы чуть-чуть по шее по голове иметь регулировку то базовая вещь да здесь интеграция идет сиденья с подголовник хотелось бы в общем так что здесь все хорошо а мы сейчас и давайте покажем то с чем конечно спорить бесполезно объективно это огромная мать и панорама смотри да вот вот обычно здесь уже закрывалась то есть обычно здесь уже ничего не доходило а там этот ролл уходит просто смотри это очень круто я не любитель панорам но когда решение доходит вот досюда и ты плавно вальяжно в вас сиживаешь здесь ребят я считаю это реально круто здесь кстати под смартфончик до небольшая ниша ну и все что-то вот говорят что короткая подушка ну как-то я не ощущаю что она здесь короткая вот у меня более-менее здесь под колено все нормально еще мне нравится здесь лишь как сделано все чуть ли не до самого низа вот у тебя идет здесь мягкое наполнение и вот это вот эко кожа я считаю здесь мягкие сиденья есть боковая зоны она чувствуется мне тут прям мне окей еще расскажу 17 половиной миллионов потом 18 7 миллионов за полный привод и почти 20 стоит вот это вот а посмотрим что-то наконец-то у тебя есть я же у тебя еще и поясничный упор регулируется в четырех направлениях ой ой а все а по высоте нет по высоте нет но зато поясничку можно строить она вот прям видно как часу так двигается что тут еще как будто бы боковинки что ли тут не может такого быть так что у нас не сбеги спрятаны здесь тут же место под карточку она вот ее даже вставили вот она 8 гигабайт на расскажу еще о чем это все мы отсюда постараемся извлечь видео если чё я шорса себе его запилю потом прикольно то что ну типа как на крузаке но на крузаке можно отдельно открывать каждую секцию здесь тоже на деле можно что если вот и водитель едет у меня здесь я положил руку дата вот вот допустим вот давление деда трассу открылся или допустим ты вот здесь вот положил локоть да мне надо открыть я вот со своего водительского раз открывает тут особо ничего нету и к сожалению он без охлаждения бокс и к сожалению этот без охлаждения но зато ну а 4 влезают чуть-чуть подгибаясь а так что прошу садиться хорошо что сюда провели воздуховой тоже очень классно все садимся и чуть-чуть расскажем что у нас в салоне в салоне как бы фишки не заканчиваются салоне они снова начинаются память сиденье у меня есть руль вот это надо показать прямо давай всякую фигню уберу воду ну вот он руль такой руль я вы должны просто посмотреть как вот мы это все дело надо погасим наверно один поставим или можно вообще может выключить а может 23 внимание деталям вот эти вот кнопочки здесь они очень классно сделаны вот допустим аварийка до омыватель корректно работает сразу хотел бы сказать во время дождя уже начинают скрежетать скрипеть щеточки поэтому лучше поставщик по щеткам я бы сказал можно наверное сменить так давай мы сразу шумомер уберем перчаточный ящик потому что мы сегодня будем замерять шум этой машины потому что это очень интересно потому что здесь акустическое лобовое и в этой комплектации акустический боковые стекла не знаю посмотрим посмотрим на уровень что мы на скорости 100 замерим и будет о чем говорить я хочу чтобы посмотрели как это странно смотрится как странно я кручу геометрию вот этого руля получается у нас 1 2 это это не просто снизу да по хорде срезан руль это еще и сверху срезан причем снизу по-своему сверху по-своему и я когда сел за руль я такой типа чё ну вот на некоторых электрокарах когда ездил вот так же это было вот как будто бы знаешь как будто восьмерка у тебя то есть и руль крутишь не не круглую плоскость да а вот какие-то неправильные формы то есть вот смотри вот если вот так вот фотку сделай да смотрите это это очень странно хорошо что рейка короткая вот допустим сейчас я продемонстрирую это понятное дело электроусилитель допустим нам надо повернуть сейчас вот направо мы выезжаем на думаю то что надо будет даже перехватывать руль поэтому во первых привыкание будет безболезненным скажем так смотри да посмотрим ну то есть уже можно было давно в порядке в городе особо не перехватываю при активном рулении понятное дело надо работать немного по-другому но я вам скажу то что вы поймете что я сейчас я не ретроград я не консерватор это офигенная тема она зайдет тем более уже много мощных машин на пробовали этот путь и эта тема прикольная и понятное дело что если бы допустим вот здесь вот сейчас сделали бы правильное сечение да по кругу то не видно было бы приборку а приборка тут состоит вот монитор в этом монитор вот монитор сейчас заеду в этот в тенюху и там посмотрим блин вот дб у нас получается длинным что мы делаем без клей без монтажа и вот в этой тачке информации еще очень много то есть многое что нужно рассказать смотри сколько мониторов и посмотри как сделан старый стоп и посмотри вот даже как сделано здесь до аварийка она вот снизу видишь чуть-чуть такой идет такой в упор встает пальчик чтобы ну ты же резко иногда это делаешь там или спасибо или там еще что что-то и чтобы у тебя не соскользнул это же замечательно да тут есть рояльный лак вот это все сенсорное и надо сказать что мы к этому привыкли причем тут очень прикольные вот решение из которые находятся вот здесь вот да там домой или куда-то уровень громкости и подключается смартфон по своему приложению который называется кар я не при я не привыкну к кар ауто у global она зеркалит нормально мой телефон то есть там по тугису катались все блоки здесь и зарядка там за 20 минут она зарядила в соточку до твои а когда многие там за 20 минут заряжают ну позже 5 процентов тут зарядила потом смотрите без полнопривода вот эту блока здесь не будет и не просто будет когда заглушка просто чистенько будет да есть вопросы вас паре машина пришла сколько я насколько помню три тысячи километров 380 вот вот это вот во первых даты у тебя лежит иногда раз ты перешел на лада фигня в мануал не в заднюю наш они в ну вот-вот ну вот-вот вот здесь как-то что-то подзамято вот здесь смотрим позамят вот кто разбирается в делах оплёточных да скажем так скажешь что вот это вот уже чуть-чуть ну наверное не кондиция правильно чем гудок потом вот эта кнопочка тоже ну фигня в целом фигня вот это конечно это чуть-чуть чувствуется то есть вот с этим готов жить с этим на руле готов жить фигня полная вообще не касаюсь даже вот это конечно чуть-чуть вопрос ай ладно ребят давайте будем наверное выезжать потому что главный вопрос к этому автомобилю во первых что хорошо давай еще раз покажем полный привод здесь здесь правильно алгоритме работы с приводом 2вд все причем она это запомнит если вы выключите автомобиль и потом вы сядете на все это запомнит потом есть просто полный привод потом точнее автоматически когда автоматика сама подрубает заднюю ось здесь по моему стоит муфта бурк варны и есть режим лог вот допустим мы останемся сейчас в авто да загасимся неправильно выразился закрыли открыли включили и мы до сих пор остаемся в полном приводе автоматическом режиме полного привода причем вот здесь вот он не будет еще и наверное показывать как мы какой у нас идет дифферент на переднюю на заднюю ось но это ладно это эти штучки игрушки они там есть практически у всех кто имеет продвинутый мультимедиа здесь она продвинутый экран вообще есть первая проблема когда я сажусь в этот автомобиль сел пи в автомобиль первый день это какой-то шаттл как будто я боингом рулю не знаю летчики скажут а нас летчик смотрит то это ваш наш артур я просто как я себя чувствую как будто я в самолете то есть экрана столько за столь кем сразу приходит следить еще допустим сарика фишку тут есть кстати интересно в боинге есть он кстати боинг лиром сводит боинг смотри я включил и сзади сари фурка и цари как в кино просто вот давай-ка мы пропустим это вот сейчас работает верхняя камера если мы включим задний ход у нас еще будет работать нижняя камера это очень круто и помогает потоки если что кашмарается верхняя камера вот это вот не очень хорошо ладно давайте к делам у нас мало времени осталось мы сейчас запустим драги наш комплекс телеметрический вот он здесь сейчас на крюшу не будем ставить потому что зальет это дым продумать чтобы не заливал как заглушки чтобы написать надо драги это у нас телефон только для того чтобы мы считывали показания то есть мы ничего отсюда не замеряем это просто дисплей выводящий данный так мы сейчас находимся в режиме тапа и в норму по нормале так так мало у нас спутника все чуть-чуть по загрузимся под загрузились сейчас мы чуть-чуть выйдем пробудем трафик что-то что-то изменилось за то что убрали какой-то не чуть-чуть мешаем пусть и пропустим распогодилась вот сейчас буквально 20 минут назад был такой туманище что мы вообще боялись выезжать потому что ну там 100 метров не видно было газ пол напольная педаль газа мне это очень нравится вы знаете всегда мне это нравилось потому что удобство управления тягой сдвинулись полосы 1049 должна быть 89 насколько помню поэтому наверное сейчас конечно же еще раз попробую что пришлось нам диагонально ехать полосам сколько риме две минуты мало времени слушать а то починили об эту а бочку господи ничего случилось сейчас делаем еще один замер ребятушки да что ж уж так много-то сегодня чё прям так загружена трасс так вот сейчас после еще одной фура здесь поедем да там нормальный просвет будет так часто мы и замеримся ну давай соточку покажи нам торба мотора конечно есть момент turbo ямы все говорят давай попробуй в спорте попробуй в спорте 1048 не все все результаты 1048 показывают то есть это четко если бы нам еще не знаю попробовать вот у ребят данные не надо сейчас папа шумомера да наверно мы его отдельно запишем данный пошла мера пусть у нас будут в шортах а я сейчас если будет возможность все-таки еще разок да потому что хотелось бы а так есть вопросы к машине допустим я бы променял там я не знаю опять же эту колоночку на допустим подогрев роли что я его тут не нашел машина в вас желанная машина едет хотелось бы чтобы она была полностью расчиповано хотя бы там до двухсот восьмидесяти может быть сил я полагаю что это возможно потому что инертность маз здесь чувствуется но по управлению как ни странно здесь более-менее все очень прикольно настроено поэтому чанган юникей конечно во многих смыслах уникален поэтому если он есть сейчас берите потому что но эта тачка доставляет и вам и всем кто рядом на нее смотрят и кто в ней едет как хорош тормоза кстати